здравствуйте citroen ds5 наверное наиболее полно оправдывает ту самую волшебную божественную в прямом смысле слова аббревиатуру ds которая появилась в далеком 55 году ради легендарной модели ds19 ds20 ds21 а сегодня ds это уже отдельный бренд это отдельный бренд обозначающий новую линейку citroen of citroen of которые вроде бы по железу такие же но на деле немножко другие попрестижней и подороже но если ds3 и ds4 сделанные соответственно на основе citroen c3 и c4 выглядят такими ну что ли игрушками для такой выпендрежной молодежи а вот ds5 это уже серьезный автомобиль это автомобиль который способен свистить с ума свистить с ума наверное прежде всего технолога потому что наверное не было еще до сих пор ни одного массового такого полносерийного автомобиля в котором было бы столько сложных ломаных линий столько сопряжение различных деталей столь точного повторения дизайнерской мысли пятидверный универсал с низкой крышей аля купе безусловно у таких автомобилей есть корни в истории есть корни в прошлом ну взять хотя бы астон мартин шутинг-брейк ну и более свежую citroen of скую историю концепт спорт лонч ну наверное единственный успешный пример реализации вот этой концепции можно найти в восьмидесятых годах когда появилась модель audi 100 avant citroen of c надеются безусловно тоже на успех ds5 причем не только благодаря его концепции только благодаря целому но и благодаря частному благодаря деталям и ставка делается прежде всего на две вещи которые для многих до сих пор в автомобиле являются не главными на дизайн и на излишество можно оценивать в этой машине багажник но не нужно он здесь не главное можно оценивать задние сидений комфорт на них но не нужно это тоже не главное это машина для эгоиста для эгоиста который ездит за рулем поэтому сразу за него за родного продолжение противоречия заложенного в этом автомобиле его абсолютно утилитарной форме и в праздном исполнении мы находим и внутри в салоне где атмосфера буквально провоцирующая сконцентрироваться на скорости на ускорении на движении вперед прекрасно органично включает себя элементы откровенного барс стеклянная крыша состоящая 6 3 сегментов как в зимнем саду часы словно взятые из музея какой-нибудь швейцарской компании разорившийся в 30-х годах весит расслабляющий запах нафталина в сочетании с откровенным устремленным будущее хай-теком так устремимся же citroen ds5 действительно буквально плоть от плоти тот самый упомянутый мной футуристичный спорт лаунж тогда когда этот концепт дебютировал во франкфурте многие полагали что он станет пара образом будущего пикассо но вышло все иначе конечно пришлось забыть о распашных дверях пришлось расстаться со смелыми аэродинамическими экспериментами отцы экспорт лаунжа был смехотворен 0,26 однако сохранена суть приземистого универсала спорт турера шутинг-брейка называйте как хотите поставив откровенно фантазийный достойность сниматься в таких красивых небылицах как клуб джентльменов например кузов на вполне себе серийную и уже подтвердившую свою репутацию платформу c4 французы получили достойный и буквально выдающийся пусть и очень нишевый товар тут правда стоит заметить что эти потрясающие формы достойны наверное другой более солидной платформы потому что и выглядит машина гораздо солиднее быть может гораздо более масштабно чем нежели измерять ее линейкой и тут вот как раз и стоит пожалеть что вход не пошла платформа от c5 в общем логично было бы это предположить тогда бы у ds5 была бы и пневматическая подвеска и v-образная шестерка под капотом но французы почему-то полагают что все это будет лишь удорожать и без того не дешевую машину цены на которую будут стартовать во франции от 40 тысяч евро что касается цен в россии то они и вовсе неизвестны пока конечно ведь дебют машины намечен на июнь 2012 года у нас на тесте оказалась самая мощная версия из тех что будут предлагаться в россии двухлитровый турбодизель выдает 164 лошадиных сил и крутящий момент 340 ньютон метров максимальная скорость 215 километров в час разгон с нуля до сотни занимает 8,8 секунды а средний расход топлива заявленный заводом изготовителем едва превышает 5 литров еще будет бензиновая версия мощностью 150 сил а теперь о том что мы не увидим на российском рынке что мы не сможем попробовать в россии мы не сможем попробовать гибрид жаль потому что во первых ну перспективная технология которая все-таки позволяет ездить динамично при достаточно экономии топлива во вторых конечно это нечестный полный привод но все-таки в определенной ситуации лишний момент на заднюю ось не помешает а еще на российском рынке не будут предлагаться 200 сильные бмв шные турбомоторы которые идут под с 3 и ds 4 но вот этого турбодизеля в 164 силы хватает он просто волшебный это наверное самые спортивные все линейки ds хотя машины больше и тяжелее чем 3 и 4 а все мне кажется благодаря прекрасному сочетанию настроек рулевого и подвески да и в общем турбодизель вот этот вот 160 сильный тоже неплохо тянет машину а если еще перевести ее в механический режим коробки а если еще забыть про вот эти запаздывания автоматы исключить их тогда вообще получается забавная штука который очень неплохо нарезать повороты на какой-нибудь горной дорожки их если бы эти дорожки еще были перекрыты туда вообще никаких проблем а так в каждом остром повороте пытаешься немножко вытягивать шею мешают вот эти вот стойки которые сильно скрадывают обзорный создают большие мертвые зоны обзорность назад тоже не лучшая там и без того маленькое заднее стекло перекрывает еще и спойлер но что делать в угоду дизайну жертву дизайну в этом автомобиле принесено многое и в данном случае средства безусловно оправдывают цель наверное если взять штангенциркуле и шаблоны идеального автомобиля в ds5 можно найти немало соответствий представлениям педанта и рационалиста о том каким должен быть современный экипаж для поездок в офис в супермаркет фитнес-клуб в церковь и к тещи на блины но наверное ds5 сделан для другого прежде всего он сделан для комфортного перемещения по городским улицам и ему тоже самому будет довольно комфортно он сделан для того чтобы комфортно стоять в пробке он сделан для того чтобы радовать глаз как тех кто находится снаружи так и скорее всего того единственном числе кто находится внутри сами французы на вопрос о конкурентах начинают тушеваться и говорить что прямых конкурентов у ds5 нет и все же мы попробуем назвать несколько моделей чьи образы могут появиться в сознании тех кто будет стоять перед выбором автомобиля не как у всех сразу на ум приходит volkswagen cc или пасса cc как он будет называться в америке многодверное купе с низкой линии крыши с мощнейшим комплексом электронных помощников водителю попадает в ту же ценовую нишу что и citroen ds5 но при этом бренд свидетельствует о большем консерватизме и приверженности более традиционным ценностям пежо 508 она тоже выбивается из потока она тоже приховывает взгляды тех мимо кого проезжает при этом это более взрослая платформа где возможны и более мощные моторы например 204 сильный турбодизель к тому же автомобиль и больше по габаритам а вот это как раз свидетельствует в пользу того что пежо 508 на фоне ds5 выглядит более функциональной более утилитарной более семейной машиной и это при том что цены на пежо 508 будут существенно ниже в среднем чем на ds5 и вспомним про вольву именно эти автомобили выбирают те кто хочет выделиться из серой массы одинаковых дорогих костюмов правда это желание быть не как все в своем сообществе в своей прослойке пожалуй единственное что объединить владельца volvo s80 и владельца citroen ds5 volvo антипод классический строгий подчеркнуто рациональный дизайн и возможность использовать эту машину в качестве корпоративного транспорта а вы можете себя представить в ds5 с наемным водителем а вот стоящими их рядом в гараже какого-нибудь нонконформиста я себе могу представить вполне и уж прошу прощения но в определенной степени в качестве конкурента ds5 может назвать ягуар xf вы хотите сказать что эти автомобили серьезно отличаются по цене возможно да цены на продвинутый ds5 как раз будут заканчиваться там где начинаются цены на базовой xf но с другой стороны эти машины будут иметь одинаково высокий уровень оснащения одинаково высокое качество исполнения интерьера ну а с другой стороны в какой валюте оценивается истинный аристократизм а еще у ягуара устойчивый имидж немецко-японского антипода и у ситроена ds5 есть тоже все шансы заработать этот имидж мы ведь намеренно не включили в список конкурентов ни одного представителя немецкой тройки хотя по качеству исполнения ds5 не уступает никому из них не уступает он и прочим инфинити с лексусами и по цене тоже но они на разных планетах также как их потенциальные покупатели это другой автомобиль который выбирают другие люди которые по-другому мыслят и живут и